Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Бусарева, и как обычно мы с вами встречаемся, дабы искать ответы на вопросы, анализировать и в конце концов понимать, что происходит, как мы на это все с вами можем повлиять и где и как мы с вами будем жить завтра. Если вы вдруг еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас, под этим видео есть кнопка подписаться, вы ее нажимаете, нажимаете колокольчик, и вы становитесь одним из нас, одним из практически миллиона людей, которые не боятся слышать правду, не боятся задавать острые вопросы и слышать не всегда приятные, но очень нужные ответы на эти вопросы. Сегодня у нас Роман Светан, это военный эксперт, здравствуйте. Приветствую, желаю всем здоровья. Спасибо большое, мы вам взаимно желаем здоровья. И начнем мы, наверное, с ситуации на фронте, о которой нам сообщают, на Лимонокупинском направлении возобновились боевые действия после непродолжительного затишья, которое происходило из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает спикер восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, он об этом заявил. И также он говорит, что боевые столкновения на Лимонокупинском направлении интенсифицировались после непродолжительного затишья. Враг пытается совершать какие-то наступательные действия, перегруппировается, но у них ничего не получится. Как вы оцениваете обострение и эскалацию на фронте сейчас? С чем вы это все связываете и какое продолжение истории? Любые боевые действия разделены на этапы определенные. Накопление, подготовка, выполнение боевых действий, остановка, оценивание ситуации, накопление, подготовка. И вот такие периодичные периоды мы наблюдаем, в том числе на Луганском направлении. То есть у россиян очередной период наступательных действий после, до подготовки, правильно говорят наши спикеры, там достаточно серьезная система укреплений. За последнее время проведена украинскими войсками. Определены танкоопасные направления, проведены партификационные мероприятия, как раз для того, чтобы не дать возможности развернуться широкомасштабным наступательным действиям. Достаточное количество артиллерии и тех. То есть россияне будут пытаться там двигаться. У них одна из таких атактических задач – как-то дойти до Купинска-Узлового. Южнее Купинска, вдоль реки Оскол, есть Купинск-Узловой населенный пункт. Это узловая станция, которая распределяет потоки железнодорожные, в основном такая распределительная тема. И для них очень выгодно в этом районе создать такой военный хаб. А потому они будут пытаться выйти на Купинск-Узловой. Это второй хаб после Валуи, до сотни километров от Валуи как раз в Купинск-Узловой. Понимая такого рода действия, естественно, россияна, естественно, наше командование и будет противодействовать и выполнять основную задачу любой армии, которая обороняется. Мы обороняемся на этом направлении. Уничтожение наступающих российских войск. Уничтожение армии противника. Причем последнее время, как раз после интенсификации наступательных действий, за последние сутки, за неделю где-то в среднем в день было до 30 боестолкновений, за последние сутки 100. То есть увеличилось где-то в три раза. Но в три раза увеличилось и потери россиян в той же технике. Вот 44 танка потеряли за последние сутки россияне. 91 боевую бронированную машину. То есть довольно-таки серьезные потери за последние сутки. 91 за эти сутки 42 машины потеряли. Общие потери коробочек до сотни в сутки. Это много. И естественно до тысячи за прошлые сутки до тысячи российских военнослужащих оказались служим 200. А это значит еще примерно столько же тяжелых потерь у россиян. Тяжелыми трехсотами. То есть общая задача выполняется уничтожение армии противника. И именно ее на луганском направлении во главу угла ставятся наши руководства. Также и вы об этом упомянули и об этом заявляют как раз-таки наши военные. О том, что на Бахмутском направлении также продвигается ВСУ. И уже это идет довольно-таки успешно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что есть такой план. Я так понимаю, что наверное речь шла о периоде до конца этого года. Будет освобожден Бахмут, он говорил, и еще два города. Это как раз-таки выполнение этого задания или это очередной этап действий на фронте? И возможно до конца этого года освободить Бахмут и не удастся? Дело в том, что Бахмут и Плацдарм, его так можно сейчас называть, это такой полигон смерти для россиян. Они туда заводят, как баранов, в такую набойню, такую скотобойню. Организовали для россиян наши войска в районе Бахмута. Потому если утилизация российских войск в Бахмуте будет продолжаться такими темпами, как сейчас, так а смысл тогда его освобождать? Они туда будут заходить как раз на уничтожение. Можно удерживать этот режим и в принципе не бегать за ним по всей Ивановской губернии, потом по России. Вот утилизация довольно-таки неплохая, полукольцо контроля с помощью артиллерии. Да довольно-таки неплохо работают снайпера наши там, высоты наши войска контролируют. Потому оптимальный вариант как раз для выполнения этой задачи. Уничтожение россиян именно там. Все будет зависеть от того, наше давление будет однозначно продолжаться, особенно с юга, со стороны Андреевки, Клещеевки. Сейчас вот решается вопрос по железной дороге, по шоссейной дороге, которая с юга заходит в Бахмут. И если что, будем двигаться вдоль нее и будем так же заходить. Она практически заводит эти две дороги. А рядом еще идет река Бахмутка, заводит в центр города. То есть движение будет идти, давление будет идти. Но освобождение Бахмута – это переводчинная задача. Такая же задача, как и по Луганскому фронту. Уничтожение врага. Именно для этого, в принципе, это и движемся. То есть само движение вызывает противодействие вражеских войск. Они поднимаются в атаку, в контратаку. А уже когда они выходят из ухрепрайонов, их намного проще уничтожать. Особенно с помощью тех бассетных боеприпасов, которые в последнее время нам поставляют наши партнеры. Многие эксперты сходятся во мнении, что у нас осталось месяц, максимум два месяца до периода, когда начнутся затяжные дожди и когда начнутся холода. И у нас останется всего несколько направлений, для которых эти погодные условия не страшны. И наша задача сейчас сделать максимум, дабы закрепиться на этих позициях и с этих же позиций начать весной, когда уже будет позволять погода. Насколько вы согласны с этим мнением? Уже видно, в принципе, переход в такой осенне-зимний период. Вот на части Запорожского фронта, восточной части Запорожского фронта, на части Донецкого, даже Луганского фронта уже видно как раз вот такое базирование, причем с двух сторон оно уже заметно. Проводятся фортификационные мероприятия, отрываются, зарываются в бетон, и одна и другая сторона по некоторым позициям. То есть это уже понятно. У нас остается сейчас одно направление, по которому мы будем двигаться, независимо от погоды, тем более погода сильно на него влиять не будет, движение в сторону Азовского побережья. Со стороны Работина, на Токмак, на Мелитополь, восточнее может быть. Само по себе это движение, оно уменьшает расстояние, по которому могут просачиваться россияне с востока на запад. И чем ближе мы будем подходить к Азовскому побережью, тем больше мы можем наносить удары по сухопутному коридору, брать под контроль трассу и выполнять основную задачу, то есть перерезание сухопутного коридора, либо непосредственным способом, выходом на Азовское побережье, либо с помощью артиллерии или дальних средств поражения. То есть это движение от погоды зависеть абсолютно не будет никак. Тем более для нас очень выгодное направление, точка захода из-под Запорожья, то есть малое плечо поставки военной продукции, ракадные дороги хорошие из Запорожья на Донецк. Поэтому очень удобно двигаться именно туда. И еще останется одно теоретическое, теоретическое возможное направление, это направление на Армянск и Старкерсона после форсирования Днепра. Форсирование Днепра тоже возможно в определенных условиях, если не будет скован Днепр, ну серьезные морозы, то есть до морозов мы можем в любой момент форсировать Днепр и начать двигаться в сторону Азовского побережья. Потому что там почвы, они больше песчаные, глинистопесчаные, но вода быстро сходит. То есть по большому счету даже серьезные ливневые дожди для гусеничной техники это небольшая проблема. И можно выполнять еще одно направление, по крайней мере, вскрыть его, иначе двигаться. Но это будет зависеть от количества сил, средств украинской армии и количества резервов, которые можно будет использовать. И причем вот эти несколько недель до начала дождей, я не исключаю 50 на 50 возможностей того, что мы действительно можем еще форсировать Днепр, помочь нашим частям, которые сейчас прогрызают линию обороны в районе РФ. Появилась такая статья, большая на РБК Украина. Они собрали мнение многих экспертов, западных и украинских в том числе. И они тут выделяют разные сценарии и говорят о планах врага. И вот они в своей статье говорят следующее. Сейчас план российского командования выглядит следующим образом. Задача максимум – оккупировать всю территорию Луганской области, выровняв линию фронта по реке Оскол и создать условия для захвата всего Донбасса. Задача минимум – своими активными действиями в Харьковской и Луганской области оттянуть украинские резервы из-под Бахмута и Юга. Намерение Кремля продолжать войну доказывают два факта. Москва решила увеличить расходы на оборону и силовой аппарат в 2024 году. Они составят 40% от их бюджета. И при этом в Минобороны РФ заявили о плане достижения целей так называемой СВО в следующем году. Насколько вы согласны с этим мнением и насколько вы оцениваете реальные вот такие планы врага? И действительно ли у них есть такой план? По луганскому направлению – да, действительно на 100% у россиян такое, если в стратегии брать именно стратегическая задача. Максимум – это действительно дойти до река Скола Северского Донца, а минимум по этому направлению – это дойти хотя бы до Купенско-Узлового, то, о чем мы с вами говорили. То есть почему основные, в принципе, удары, они направлены в сторону Купенско-Узлового? Как раз им надо это сортировочная станция для движения, это улучшит их логистику очень сильно, российская армия на этом направлении. Вряд ли у них получится однозначно выйти на Оскол, на Северский Донецк. Это практически нереально. Ну а за Купенско-Узловой будут серьезные бои, тоже вряд ли получится у россиян выполнить эту задачу, так как они будут попадать под удары с западного берега Оскола, под удары нашей артиллерии. То есть у нас лучшая позиция, правый берег, он чуть выше, там лучше подпилающая поверхность, чем на левом, восточном, российском, по составной России берегу. И, в принципе, мы можем прикрыть с правого берега прикрытие Купенско-Узловой. Потому задача практически неизбыточная. Но в плановом режиме, да, они могут это планировать. Ну а растяжка наших сил по фронту у них уже не получится, потому что мы вовремя, правильно, грамотно, Генштаб принял решение на сворачивание в старостепенных направлений и оставил одно основное стратегическое как раз со стороны Работина на Азовское побережье. В принципе, оттуда уже никто никуда ничего не сдернет, нет смысла. Потому что остальная линия фронта уже перешла в режим активной обороны и дополнительных ресурсов, может быть, потребует, особенно артиллерийских ресурсов, потребует Авдеевка, Бахмут. Но это такие расходники. В основном это расходники. Причем чем больше, тем лучше. Россияне сейчас пытаются там контратаковать, а именно о контратаках максимально можно их выкосить. И я думаю, этот вопрос как раз так и будет сейчас решаться. На Авдеевку, на Бахмут будет добавлено дополнительное количество боеприпасов. Но это не стратегические резервы. Это просто перераспределение потоков боеприпасов на данный момент. Также эксперты оценили сценарий для Украины в этой же статье, опять-таки. И тут выделено три сценария. Оптимистичный, средний или промежуточный и худший сценарий. Оптимистичный сценарий очертили такой, это когда украинская армия к середине следующего года освобождает весь юг, в том числе Крым, а во второй половине года начинает деоккупацию Востока. Средний или промежуточный сценарий в первом полугодии 2024-го силы обороны доходят до побережья Азовского моря, во втором начинают деоккупацию Крыма, а дальше Донецкой и Луганской области. Худший сценарий, это если украинской армии не удастся сдвинуть линию фронта или война превращается в позиционные бои за отдельную деревню. Ну и также сценарий о том, что война затянется до 2025-го года, эксперты, которые давали комментарии для РБК Украина, называют очень вероятно. Какой сценарий, по вашему мнению, из вышеперечисленных, возможен на 2024 год, или же, возможно, у вас есть своя версия, тогда, пожалуйста. Наша война вплетена в общую, нитью вплетена в общую предвыборную кампанию и вот такие узлы предвыборной кампании Байдена, то есть следующего года. Американцы в этом смысле будут делать все, чтобы перед выборами мы одержали победу. То есть выход на границе 1991 года, разгром российской армии на территории Украины, он сплетен в саму предвыборную кампанию. Потому, что любая другая, кроме полной победы, ситуация для американцев, для Белого дома и для той администрации, которая руководит, она неприемлема, потому что они не переизберутся. И я думаю, как раз Белый дом будет делать все для того, чтобы мы победили где-то к осени следующего года. Поэтому оптимальный, конечно, сценарий, вот именно первый вариант, это после того, ну а если технически разложить, после того, как придут достаточное количество самолетов, нам нужны F-16 для выполнения боевой задачи в реальном времени, в реальном режиме. Вот это то, что сейчас сделает Израиль. Они проводят авиационную операцию, то есть уничтожают укрепрайоны, а дальше только зайдут, работать зайдут уже наземные войска в режиме зачистки, а не штурмовой. Тут штурмовая авиация бывает, а не штурмовые роты. И вот в таком режиме и мы скорее всего будем действовать в следующем году. Я думаю, к весне у нас уже будет достаточное количество самолетов, которые начнут работать по линии фронта. Это ускорит наше движение, где бы мы ни находились в этот момент, к весне в любом месте, где бы ни находились, а в движении ускорит наше продвижение авиация. Она прорубит с помощью авиации, штурмовой авиации. Мы прорубим и коридор к Азовскому побережью, и коридор в Крым, и в Крыму. Отрамотом все через Крым будет делаться однозначно, потому что пока не зачистим от россиян Крым, Донбассом заниматься будет не с руки. Это точно потому, что россияне смогут выйти из Крыма, ударить нам в спину. Поэтому с помощью авиации надо работать где-то 3-4 месяца. 3-4 месяца, если она где-то с марта появится, я думаю, где-то уже ближе к лету, мы будем говорить о зачистке Крыма. Конец лета, начало осени. Начнем заниматься и Донбассом, причем по Донбассу как раз вопросы будут решаться намного быстрее, чем даже по Крыму. Потому что после разгрома российской армии в Крыму, а там попадется больше 100 тысяч человек в такой оперативный котел, они будут полностью уничтожены, так как деваться им будет некуда из Крыма выходить, то намного быстрее, я думаю, месяц-два, и вопрос по Донбассу будет решен. Причем выходом сначала на Луганск, отсечением Донбасса, опять с помощью авиации. То есть это все, о чем я говорю, это только с помощью авиации. Без авиации мы еще лет 10 будем воевать. А вот с авиацией мы закончим к следующей осени, к начале, ну, сентября, октября, к выборам, грубо говоря, Байдена, это точно, закончим операцию военную, выходом на госграничку. Но это не окончание войны с Российской империей или с теми государствами, на которые она будет распадаться. Еще лет 10 нам придется на госгранице держать армию вдоль госграницы, так как разваливаясь Российская империя, будет изрыгать определенные такие пламя войны, которые будут опаливать нашу границу с Востока. Ничем ее, кроме военной силы, кроме армейских действий, это пламя тех войн, которые будут при развале Российской армии, остановить нельзя. Гражданское население впутывать в такие противостояния точно уже не нужно. Я думаю, профессиональная армия будет заниматься еще лет 10 прикрытием, таким зонтиком для гражданского общества по восточным границам. Потому как называть конец войны. Реальный конец войны – это конец Российской империи. Когда закончится Российская империя, когда она развалится и устаканится их граница, это лет 10, как минимум. Мы будем у нас... Восточная, по крайней мере, граница будет в режиме такого боевого положения. Ну а реальный разгром армии, я думаю, все-таки к осени следующего года будет практически на 100%. Российская армия есть. Да. Также британская разведка сообщает о том, что Россия планирует снова атаковать гражданские суда в Черном море. Она может закладывать взрывные устройства на подходах к украинским портам. Это заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окот. И он как раз-таки ссылается на данные разведки. Дипломат напомнил, что в прошлом месяце британская разведка рассекретила данные, согласно которым солдаты РЭП хотели ударить ракетами по грузовому судну в украинском порту. Что мы можем сейчас сделать, дабы это предотвратить? И стоит ли активнее, возможно, включаться как раз-таки той же Британии, которая имеет очень большое превосходство в Черном море, дабы эти атаки были предупреждены? Для того, чтобы обезопасить судоходство наше, надо уничтожить российский морской хлот, Черноморский. То есть корабли Черноморского хлота, их там осталось, если с судами сопровождения, ну до сотни, где-то до сотни. Черное море – это такой большой тазик с водой, в которой болтаются эти корабли российского хлота. И они выход в ход такой рукомойник, а выход в ход только через Тулцию. То есть закрытое пространство для кораблей развернуться негде, для флота тем более негде развернуться. Это не океан. Потому их перещёлкать, в принципе, за год возможно. И именно этим надо продолжать заниматься. Мы вот начали заниматься, контрразведка СБУ хорошо себя показала, главное управление разведки неплохо себя показало. А вот последние где-то неделю-полторы перестали этим заниматься. Почему-то по какой-то причине. То есть продолжать надо затапливать российский флот, а то далее, я так понимаю, ему выйти. Дали выйти из Севастопольской бухты, чтобы он куда-то отчалил. Но они же не уйдут полностью. А вот правильно вы говорите, они будут противодействовать судоходству. То есть они будут максимально уничтожать нашу экономику, а судоходство – это как раз экономика и экономика минимум. А потому надо продолжать уничтожение Черноморского российского флота, а не договариваться о их выходе беспрепятственном куда-то и где-то. Потому вот такой вариант, он оптимальнее всего. А это мы можем делать с помощью тех средств поражения, которые у нас есть или которые у нас могут передать наши партнеры. Мы это прекрасно видели. Вот до затишья вот этого недельного, до этого мы видели постоянные, чуть ли не каждый день удары по российским военным объектам в Крыму, в том числе и по Черноморскому флоту и по базам Черноморского флота. Почему за последнюю неделю ни одного удара не нанесено? Ну это большой вопрос. Хотя есть информация, что вчера был поврежден корвет российский, стоящий на рейде Севастопольской бухты. Пока непонятно, каким предметом. Похоже, что либо мину сорвало, их же российскую мину, у них там минные поля, донные якоря могут не удерживать, срывать и могут отрабатывать мины и по кораблям в том числе. Либо может быть какая-то из наших беспилотников или подводных, надводных, а может быть и торпед, которые могут выпущены быть теми же беспилотниками. То есть, я думаю, ближайшее понимание этого процесса. Но именно вот такое направление действий обезопасит от внешнего влияния судоходства уже украинских товаров. Также в стране-террористе, в России намечаются так называемые выборы, потому что выборами я это назвать не могу. В 2024 году весной как раз таки. И вот в некоторых телеграм-каналах появилась такая вот достаточно странная информация о том, что якобы не публично Шойгу пообещал Путину Одессу, Николаев и Харьков до весны 2024 года, ну как раз таки очевидно, под выборы. И, наверное, с этим связано то, что сейчас так утюжат Одессу и Николаев. Постоянно каждый день там взрывы есть. И Харьков продолжается, обстрелы и Харьковская область в том числе. Можем ли мы говорить о том, что в дальнейшем они продолжат вот эти свои такие тихушные атаки, когда они пытаются вывести систему ПВО массовыми обстрелами? И стоит ли нам опасаться этих так называемых обещаний? Обещать им не могут что угодно, обещать не значит жених. Видя там обещал Шойгу Путину, Одессу, Николаев и Харькова, это надо у самого Шойгу спросить. Технически это невозможно. В ближайшие лет десять, если смотреть на развивающиеся события, то это невозможно в принципе никогда. Российская армия для того, чтобы ей восстановиться, ей надо примерно лет пять, это только восстановиться до уровня прошлого года, начала прошлого года. Лет пять, причем без боевых действий. То есть замораживание конфликта, пять лет восстановления. с увеличенным в два раза бюджетом. Вот они бюджет увеличили в два раза, где-то так примерно, а никто им обещать замораживание конфликта точно не будет. Значит, у них режима накопления не произойдет. Потому можно говорить о том, что эти обещания могут быть просто, понимая, что за это время, пока Шойгу что-то говорит, либо Ишак сдохнет, либо Падишах, если кто понимает, о чем я говорю. То есть, это так, в воздух данное обещание, не более того. Невозможно так захватить никакими силами, которые могут на данный момент, вернее, которые располагают Россия. Это слишком большой город, им надо полтора-два миллиона войск, причем обученных, хорошо слаженных, это нереально. Ну а дойти до Николаева, это вообще нереально, особенно исходя из тех уже условий, вернее, из той ситуации, которая сейчас сложена на северо-западе Черного моря, то есть в акватории Черного моря в этом районе. Это просто нереально. Без больших десантных кораблей, без серьезного морского десанта, воздушного десанта, наземного, это нереально. То есть им надо форсировать Днепр, это нереально, пройти их слишком много. Это уже не то. То есть это то, что в принципе даже нельзя рассматривать, даже план. То есть нет смысла его даже рассматривать. Ну и одно заявление тоже появилось, на которое я обратила внимание. Это заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. Значит, выводы с этого заявления следующие. В случае ударов российских оккупантов по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период, то есть в 2023-2024 год, в стране вероятное отключение света. Однако такое обесточивание будет непродолжительным. И также он заявил, что сейчас прогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины будет достаточно сложно. Будем по ходу реагировать и принимать решения, сказал глава Минэнерго. Я не хочу разгонять сейчас никакую там панику, израду и все остальное, но неужели так сложно спрогнозировать, куда будут нанесены удары, если мы имели уже в бэкграунде прошлый год, прошлую осень, прошлую зиму, это все наблюдалось, виделось. И не возникает ли у вас такого ощущения, что вот пытаются сейчас и то, что не подготовились, возможно, так как надо к этому периоду списать все-таки на войну? И стоит ли нам предъявлять эту претензию Минэнерго в том числе? Однозначно, это просто подстелить соломку, когда будут плэкауты, допустим, и придется... Почему за целый год не была подготовлена энергосистема, почему за целый год не были определены и возвращены в управление государством балансирующие тепловые электростанции, забранные у ДТЭКа, у Рината Ахметова? Почему до сих пор ДТЭК Ахметова полностью контролирует практически всю тепловую генерацию, а это балансирующие мощности для атомных энергоблоков? То есть, и как можно контролировать частную структуру, которая может завтра просто свернуться и поехать на Багаву? По большому счету, почему этого не было сделано, вот этот вопрос сразу возникнет, почему у нас до сих пор объекты критической энергоструктуры до сих пор в частном введении, а не в руках государства. Именно государство может тогда прогнозировать, распределять определенные мощности, генерацию, прогнозировать, прогнозировать накопление газа, угля и так далее и тому подобное. Частная структура этим заниматься не будет, это слишком большие капиталовложения. Ну и, естественно, прикрывать мощности генерирующей системы передачи электроэнергии, ее в учета и так далее и тому подобное уже с помощью армии в том числе. То есть, это такая государственная задача. И вот правительство в лице Галужченко или еще понимая, понимая, что они этого не сделали по разным причинам, одна из которых премьер-министр выходит из ДТЭКа. Шмыгаль, это бывший сотрудник ДТЭКа, вот он руководит украинским правительством. Но, естественно, он этого делать не будет. Потому и это уже вопрос уже к военно-политическому руководству, почему выходец из ДТЭКа до сих пор руководит правительством, а не заменен на какого-то независимого, по крайней мере, ответственного сотрудника. Потому что премьер-министр в конце концов сотрудник, который выполняет задачу для обеспечения экономики и тем более энергетики в том числе. То есть, эти вопросы понятно, однозначно возникнут и вот понимая, что они возникнут, что начнут по ним бить, они начинают стелиться ломку. И я, не я, и хата, не моя, и вообще виноваты здесь россияне. Ну, вот примерно в таком режиме. По вашему личному прогнозу, насколько тяжелой будет эта осень и зима, учитывая то, что, как мне кажется, мы имеем уже получше систему ПВО и вот опыт, который мы получили, к сожалению, горький в прошлом году. Ну, если бы была полностью система энергетики государственная, можно было бы сказать, что нечего бояться вообще, потому что действительно плотность ПВО сейчас раза в 3-4 больше, чем в прошлом году. У россиян раза в 3-4 меньше ракет. А шахедов побольше, но ракет меньше. Их было тысячи в прошлом году, сейчас всего лишь сотни. А вот эта составляющая по поводу частного владения балансирующими мощностями, это очень важно, балансирующими мощностями, это та генерация, которая удерживает общую частоту, мощность, ну и так далее, тому подобное по сети. И она сейчас оторвана. А в чем оторвана? От атомной энергетики, которая еще до сих пор в государственном управлении. Так вот, атомщики в государственном управлении, сети большинства в госуправлении, а генерация, балансирующая в частном управлении, причем чуть ли не у одного человека. То есть, это так, человек взял за горло целую страну. Потому вопрос к Шмыгалю и к тому, кто его назначил по этим действиям. Но этот вопрос будет точно возникнуть. Возникнет, если создастся какая-то аварийная ситуация, он тут же возникнет. Только выйти из этой ситуации будет сложно. Есть еще время до запуска тепловой уже генерации. Есть время исправить эти проблемы. И в принципе перенастроить и взять на себя управление и генерирующими мощностями. Отобрать у олигарха Ахметова отобрать инструмент давления на украинское общество. Услышала вас. Спасибо вам большое, что прокомментировали, что нашли время. Роман Светан сегодня был на Политеке. Это военный эксперт. Друзья, вам спасибо за то, что вы смотрите, комментируете, подписываетесь. Если вдруг не подписались, самое время это сделать, потому что дальше у нас больше интересных эфиров, интересной информации и, конечно же, эксклюзивные мнения, эксклюзивные комментарии. И только мы не боимся говорить правду. И у нас вы сможете найти ответы на свои вопросы. Мы с вами увидимся в следующих наших выпусках. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы, пожалуйста, берегите себя.